Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. У меня очень неприятные отношения с мамой. Я была замуж, муж был совсем не для семьи. Меня со временем поняли в семье, но прошло 5 лет после развода. Моя семья, точнее моя мама, счастлива, что я одна, и её это устраивает. Её аргументы ты в страну не сможешь, ты не способна создать семью, хотя прекрасная жена, заботливая и добрая. Она боится, что про неё из-за меня будут говорить, сплетничать, поэтому я одна и всё хорошо у неё. У меня год, наверное, появился мужчина, привозил меня домой, заходил в гости чай попить и всё такое. После этого мы расстались, у меня появился через полгода другой мужчина, он должен был меня также привезти и ехать 150 километров туда-обратно. Моя мама отказала, чтобы он заходил в гости, она сказала мне ужасные вещи, ты недостоинной семьи, ты пошла по рукам и всё в этом духе. Мне очень обидно, во-первых, она меня не поддерживает, не хочет, чтобы у меня появился мужчина и ещё просто не позвал человек. А с дороги просто отдохнуть, это верх безразличия, и мне просто стыдно за неё. Как быть в этой ситуации? У меня обрабрало желание общаться с мамой, приезжая туда вообще. Я думаю, в этой ситуации надо её ограничить и оставить наедине со своими оскорблениями и домашними. Посоветуйте мне что-нибудь. Итак, первое. Психологи не дают советов. Это первый очень важный момент. Да, мы можем помочь вам разобраться в себе, мы можем помочь вам разрешить ваши противоречия, вот, если оно есть, так скажем. Но мы не даём советов, потому что давать советы в данном случае, как и в любом другом, являются динструкции. Именно по той причине, что получается, как бы, такая не очень приятная штука, что мы берём ответственность на себя за вас. Ну, за вашу жизнь мы берём, мы берём ответственность, вот. На мой взгляд, это не есть хорошо. Вот, на мой взгляд, так быть не должно. Но, на мой взгляд, это, по сути, ничем не отличается от какой-то, ну, какой-то, знаете, обычной, может быть, дружеской, да, беседы там и так далее. Поэтому, знаешь, советов психологи не дают. Это первое. Второе. Вы пишите, у меня очень неприятные отношения с мамой. Вот, когда я это прочитал, у меня появилось такое чувство, что у вас есть, ну, ожидания от мамы. То есть, есть ожидания от того, как мама будет себя вести. Как она должна себя вести. Вот, ну, по вашему мнению, например. Вот. Что она должна делать, как она должна действовать и так далее. Вот. И есть у меня такое ощущение, есть у меня такое впечатление, что вы ждете от мамы определенной модели поведения. Мама его не оправдывает. Мама не может, не может вам его дать. Мама не может вести себя так, как, ну, как вы бы хотели. Вот. И из-за этого отношения называются неприятными. Вот. Давайте подумаем. Давайте подумаем. Подумаем. Как конкретно вас характеризует отношения вашей мамы. Как конкретно вас это характеризует. И как конкретно на вас влияет то, как она себя ведет. Так мы сможем увидеть, скажем так, уровень четкости личных границ между вами и, собственно, ну, и, собственно, вашей мамой. Вот. Понимаете, да? Пока что, пока что, пока что, с этим есть проблема. Вот. И проблема, я бы сказал, ну, довольно серьезная. Вот. Потому что, ну, позиция вашей мамы, да, ее какое-то отношение, ее поведение, вот, влияет на нас. И влияет довольно сильно, довольно сильно. Вот. Ну, 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 я бы сказал. Я бы сказал так, что довольно сильно влияет. Вот. Хотя, понятно, что здесь, здесь, как бы, ну, есть свои нюансы. Это понятно. Это очевидно. Что они есть. Вопрос в том, какие. Вопрос в том, какие, какие. Это нюансы. Дальше. Я была замужем. Муж был совсем не для семьи. Что это значит? Ну, то есть, то есть, вот, буквально, что это значит? Буквально, что значит, муж был не для семьи. Я не очень понял, смысл этой фразы, этой фразы. А если он был не для семьи, как вы говорите, ну, как вы говорите, если он был не для семьи, то как так вышло, как так получилось, то есть, что вы вышли за него замуж. Вот. Это очень важно. Очень важно это увидеть. Вот. Кто, кто определяет, да, вот, кто определяет, кто для семьи, кто нет? Кто это решает? Вот. Как это решается? А, кем это решается? Это вами, ну, это вы решили? Что он не для семьи? Или это мама ваша решила? Что он, ну, что он не для семьи? Вы же сошлись? Ну, как-то. Да, вы же сошлись? Раз вы сейчас сошлись, значит, что-то общее между вами все-таки было. Раз было что-то общее, значит. Тут есть нюанс. Дальше. Прошло уже пять лет после развода... А, так. Меня со временем поняли в семье. Тоже не совсем понятный смысл этой фразы. Что значит поняли? Как не поняли? Прошло уже пять лет после развода, моя семья, точнее, моя мама счастлива, что я одна, и ее это устраивает. Ну, окей. Ее это устраивает. Ее это устраивает. Вас нет. Что логично, потому что... Ну, как бы... Кхм. Приоритеты... Да? Приоритеты у всех разные. Приоритеты у всех свои. Так, ее аргументы. Ты сразу не сможешь, ты не способен создать семью. Ну, вас это задевает. Вас это... Вам это обидно. Это подтверждает... Например... Ваши собственные страхи. Относительно, ну, своей способности создать семью. И так далее. То есть, как конкретно... Влияет... На вас... То, что говорит... Ну, говорит мама. Вот. Как на вас это влияет? Прям вот конкретно скажите. И обраете ли вы себе отчет в том, с чем это связано? Знаете ли вы, с чем это связано? Понимаете ли вы, с чем это связано? Или нет? Это очень важно. Чтобы это не было неосознанно сейчас. Понимаете, да? Дальше. Я... Так, вы пишите. Хотя я прекрасная жена, заботливая и добрая. Здесь вопрос. Вы выстраиваете отношения только на... Роли... Жены? Или вы выстраиваете отношения еще и на... Роли... К примеру... Личности? Ну, то есть... На бум, да... Какая вы личность? Потому что, если... Вы это делаете только... На... Основе... Гендерной модели поведения... Или только на основе... Полу-ролевой модели... Я думаю, что ЭПР очень сильно... Э... Искусственно... Э... Сужает... Отношения делает... Делает их... Эти... Эти... Отношения... Э... Довольно-таки... Негибкими... И... Довольно... Эм... Узкими... Довольно ограниченными... В плане... Эм... Ну... В плане... В... В плане восприятия... В плане соприкосновения... Эм... Людей... Ну... Ну... Друг с другом... Эм... Вот... Это может быть... Может быть... Проблема... Эм... Потому что... Отношения... На... Доброте... И... На... Заботе... Только... Лишь... Построить нельзя... Это будет отношение, где... Эм... Эм... Ну... Может быть... Мм... Эм... Людям будет неплохо жить... Эм... Вместе... Эм... То есть они могут... Ну... Может быть... Эм... Неплохо будут... Эм... Существовать... Вместе... Но... Эм... 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 То есть этого мало для выстраивания отношений, к сожалению. Поэтому очень важно увидеть этот момент. Дальше, она боится, что про неё из-за меня будут спорить, поэтому я одна и всё хорошо у неё. Нет, это вы, судя по всему, боитесь, что про неё будут сплетничать. У меня год назад появился мужчина. Он привозил меня домой, заходил в гости чай пить и всё такое. Хорошо. А как появился мужчина? Ну, буквально, как он появился. После этого мы расстались. Из-за чего? У меня появился через полгода другой мужчина. Он должен был меня также привезти и ехать 150 км туда-обратно. То есть... Как будто бы здесь кто-то что-то вас заставлял делать. Я предполагаю, что это мама. Мама заставляла вас, чтобы мужчина... Ну, привозил вас и так далее и так далее. Правильно ли я этот момент понимаю или нет? Правильно ли я понимаю, что именно мама заставляла вашего мужчину делать вот такие вещи? Или я не прав? Давайте, пожалуйста, это разберём. Это важно. Это, ну, на самом деле важно. Это на самом деле очень важный момент. Потому что если ваша мама влияет на ваши отношения, то само собой, ну, по крайней мере для меня, совершенно очевидно, почему у вас не складываются... ...отношения... ...ну, вот... ...с, ну, с мужчинами. Опять же, не совсем понятно, на чём... ...на каких основах вы выстраиваете с ними взаимодействие. Так, мама отказалась, чтобы он заходил в гости. Эээ, окей, эээ... Здесь вопрос, эээ... ...квартира. Вы говорите, что с мамой вы вместе не живёте, но при этом приезжаете к ней. Мужчину привозите тоже к ней. Ммм... Возможно, у вас есть... ...эээ... ...какие-то основания для этого. Вероятно. Вероятно, у вас есть какие-то основания для того, чтобы так делать. Но решение... ...подобное решение... ...в любом случае, далеко не самое лучшее. Нравится вам это? Или нет? Подобное решение далеко не способствует... ...эээ... ...выстраиванию... ...адекватных отношений... ...с мужчиной. Понимаете, да? Дальше. Она сказала мне ужасные вещи. ...это недостойно семьи, типа зла по рукам... ...всё в этом духе. Ну, окей. Вероятно, она вам завидует. Опять же, как на вас это влияет и насколько мама... ...в принципе... ...ээ... ...так, кому вы прислушиваетесь? Мне очень обидно. Расскажите про обиду поподробнее, как вы её ощущаете. Обида — это, с одной стороны, то, что мы ждём... ...от других людей. А с другой стороны, это... ...то, что нас задевает. То есть, то, с чем мы в глубине души согласны. Во-первых, она меня не поддерживает. Она должна это делать? Не хочет, чтобы у меня появился мужчина. Так это ваша жизнь. Почему она должна хотеть? Вполне достаточно для этого вашего желания. Разве нет? Попробуйте проследить, как получается, что вы требуете от своей мамы, что она хотела. Вы её разрешение ждёте? Ещё просто не позвать человека с дороги, просто отдохнуть вверх безразличия. Мне стыдно за неё. Ну, во-первых... ...эээ... ...для человека... ...который, как вы говорите, редко приезжает к ней, к маме... ...по делам... ...или в гости... ...есть некая систематичность в том... ...что оба ваших мужчины... ...эээм... ...сталкивались с... ...жилплощадью вашей мамы. Понимаете? Вот. Если вы не живёте с мамой... ...так... ...как бы... ...какое значение имеет тот, что она не пускает... ...эээ... ...мужин... ...на... ...свою территорию? Это её территория. А у вас своя. ...эээ... ...эээ... ...то, что вам стыдно за маму, это... ...эээ... ...эээ... ...отсутствие личных... ...лишних границ. То есть... ...мама это мама, вы это вы. Всё. Но вам за неё стыдно... ...соответственно... ...личные границы... ...нарушены. Как быть в этой ситуации? Эээ... ...эээ... ...как быть в этой ситуации, чтобы что? У меня пропало желание общаться с мамой. Ну, не общайтесь. Приезжайте туда вообще. Не приезжайте. Но вы чувствуете себя виноватой. Чувство вины – это злость. Нужно с этим поработать. Чувство вины. Я думаю, в этой ситуации надо её ограничить и оставить наедине со своими оскорблениями и домыслами. Ну, если вы так считаете... ...почему нет? Посоветуйте что-нибудь мне. Ну, как я уже сказал. Насчёт советов. На этом всё. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи! 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 Удачи!